Ролевые игры Классическая ДНД, Pathfinder и многие другие системы оперируют классами. Зачастую это либо игры, которые появились достаточно давно, либо игры в фэнтези-жанре. Объясняется это тем, что в средневековье классовая система была довольно жесткая, и люди из одной профессии редко могли стать кем-то другим. Проще говоря, эти игры довольно сильно распределяют роли, и если вы колдун, то вы колдун с определенным набором штампов. Если вы эльф-лучник, скорее всего вы хорошо стреляете из лука, и в принципе все стереотипы про эльфов и про лучников к вам подходят. Скилловые, они же бесклассовая система, рассчитаны на то, что персонаж представляет собой набор различных навыков, умений, которые он использует. И зачастую это игры по современности, либо по будущему, которые фактически говорят нам о том, что человек может быть кем угодно, и какие-то навыки могут пересекаться у разных персонажей, а какие-то быть уникальными. К скилловым системам можно отнести такие игры, как Savage Worlds, Fragged Empire и другие. Стоит выделить также трейтовую систему, которая фактически является блочной. Проще говоря, персонаж является набором различных характеристик, как положительных, так и отрицательных, которые влияют не только на ратив, но и на игромеханику. Стоит также отметить, что есть пересекающиеся системы, например, тот же Fragged Empire, можно отнести как к скилловой, так и к трейтовой системе. В Ampire's Demasquerade это, в принципе, трейтово-скилловая система и так далее. Всегда есть что-то посередине. Система также делится на универсальные, они же системы-конструкторы, и сеттинг-зависимые, они же узкоспециализированные системы. К системам-конструкторам можно отнести классическую Gurps, и, например, Savage Worlds, который позволяет свою игромеханику применить к различным сеттингам, будь то фэнтези, космос или современный, допустим, нуарный детектив. Узкоспециализированные системы подразумевают, что они предназначены для определенного сеттинга, в нем много сеттинга-зависимых механик, и к таким системам, например, можно отнести в Ampire's Demasquerade старых редакций, которые подразумевают то, что вы играете за сверхъестественное существо, так и, например, Polaris Effect, где приключенцы, по сути, представляют собой выживших после постапокалипса, обитающих в морских глубинах. Есть также неформальное разделение ролевых систем на кранчевые и нарративные. На кранчевые системы это те, где на любое действие игрока фактически есть правило, которое регламентируется броском кубика для проверки. Нарративные же системы зачастую подразумевают собой то, что здесь более важен отыгрыш, а некоторые правила и его сложность, допустим, сложность проверки некоторых скиллов, зависит от усмотрения мастера, от конкретной ситуации. Если говорить очень обобщенно, кранчевые системы это более тяжелые с точки зрения правил системы, они более расписанные, более прописанные, а нарративные системы более легкие. Они подразумевают то, что эти системы больше ориентированы на отыгрыш и на полет фантазии, если так можно выразиться. К нарративным системам можно причислить такую вещь, как Powered by the Apocalypse, он же по BTA, в котором выходит довольно много разных сеттингов и различных хаков, так называемых вариантов правил, одним из которых является Грань Вселенной от русских разработчиков, который является неким обобщенным generic sci-fi миром, где фактически игроки решают, как будет выглядеть их мир сами. То есть часть сеттинга задается непосредственно на игровой встрече, на сессии. К классическим кранчевым системам можно отнести D&D, Fragged Empire, ну или, например, ролевой Warhammer. Также игры делят по боевке. Где-то она тактическая, где-то она больше описательная и для галочки, а некоторые ролевые системы позволяют моделировать бой вплоть до баллистики выстрела. То есть учитывается очень много факторов. Здесь зависит от желания как ведущего, так и игроков. И, разумеется, некоторые такие системы будут интересны только новичкам, а какие-то интересно, скажем так, профессиональным игрокам, которым хочется попробовать что-нибудь сложное, что-то более глубокое, чем они обычно привыкли. Для решения некоторых игровых моментов в ролевых играх используются зачастую кубики. Самые классические системы, использующие кубик, это D&D, Pathfinder, Savage Worlds, Vampires Demasquerade и многие другие. Это основной вид решения проблемы в настольных ролевых играх. Кубы могут быть различных видов и форм. Где-то используется один, допустим, куб D20, где-то используется 3D6, где-то используются десятигранники. Тысячи их, этих ролевых игр с кубами. Также стоит отметить, что есть ролевые игры, которые используют для решения возникающих в процессе игры ситуации карты. К ним можно отнести Through the Bridge, по известной нам Малифо, а также систему Faith от испанских разработчиков Burning Games. Ролевые системы также делятся по использованию ими уровней или условного опыта. То есть, грубо говоря, персонаж прогрессирует, либо зарабатывая уровни, как в какой-нибудь компьютерной игре, собственно, откуда это все пошло. В компьютерной игре это настольные ролевые игры. Либо это система, которая позволяет персонажу накопить определенный опыт, который он может потратить на улучшение тех или иных характеристик, улучшение показателей своих скиллов, или покупку различных перков, которые дают ему довольно интересные преимущества. Есть смежная система, как я уже говорил, тот же Fragged Empire, по сути, являясь скилловой системой, делает так, что развитие персонажа идет путем приобретения трейдов, это что-то вроде характеристик, различных особенностей персонажа, дающему как плюсы, так и минусы. Фактически, скиллы изменяются только на старте игры. Какие-то системы представляют собой постоянную прогрессию, то есть, той же любимой нами классической D&D Pathfinder'е. Каждый уровень персонаж получает некое количество очков, которые он может потратить на улучшение своих профессиональных навыков, либо покупку каких-то новых, по более дорогой цене и так далее. Надеюсь, вам оказался полезен этот выпуск. Понятно, что здесь мы говорим общими терминами, как мы сами понимаем, классификацию настольных ролевых игр, но все же надеемся, что эти дебри стали для вас менее тернистыми. Если у вас появляются какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим роликом, пишите в группу. Надеюсь, мы вам поможем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи! Огромное спасибо тем замечательным людям, что поддерживают меня на Патреоне. А именно, Анатолий Джекер-Коновалов, Артем Севенред, Евгений Мурул-Сафронов, Андрей Крутик, Фидель Пиночетов, Петр Джучи-Звягинцев, Волгер, Константин Гиллер-Поляков, Игорь Козлов и Его Величество Юрий Дивайн-Диван Александров. Спасибо огромное!